Друзья, всем привет! Вы на канале Free2PlayGames. С вами Михаил. Это игра Trails of Heroes. Сегодня, как и обещал, поиграл пару дней в новую обновленную шахту. Она же крепость пустоты, а именно шахта. И поделюсь своими, друзья, впечатлениями. Это не гайд. Это абсолютно за два дня невозможно прям все прочувствовать, все изучить. Но определенное представление уже сложилось и, друзья, поделюсь. Возможно, будет кому-то полезно. Если вам нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, друзья, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем спасибо за поддержку, друзья. Погнали! Итак, друзья, напоминаю, что у нас тут поменялось. Это немного поменялись бонусы, уменьшили вагонетки. Но при этом мы увеличили количество энергии. То есть, 481 вагонетка, но она одна, друзья. И в чем сложность получается? Я себе уже прокачал один уровень скорость набора энергии. Но даже на этом уровне мне не хватает. За вот эти три дня, пятница, суббота, воскресенье, у меня ни разу не было, чтобы шкала дошла до конца. С чем это связано, друзья? Так как они поменяли механику, мобов теперь нет. Можно в спрятанных шахтах спокойно формить материалы. Но при этом, друзья, это занимает ровно полтора часа. 480 энергии за полтора часа уходит. И дальше мы ждем набора. Боссы эти, друзья, как я и предполагал, они одноразовые. Это одноразовая награда. Как видите, я уже за третий уровень позабирал. За вторые еще не приступал. Но после того, как мы убьем босса, мы можем дальше в эту шахту заходить и в ней фармить. Сейчас я на третьем уровне шахты занял ее. Естественно, поставил защиту, потому что через полчаса, я думаю, меня выбьют. С 12 юлямами БМ на третьей шахте там ловить особо нечего. Ну, разве что какой-то криворукий на меня нападет. Но шансов мало. И за все это время, друзья, опять же, повторяюсь, энергии катастрофически не хватает. Даже если потом, друзья, энергию прокачать дальше, ну, можно, в принципе, одной вагонеткой на вот этих вот спрятанных шахтах по полтора часа быстро ее сливать. Поэтому, скорее всего, друзья, приоритет в данной модификации шахты, это надо быстро-быстро набрать энергию. Быстро набирать энергию и ее за полтора часа сливать в спрятанных шахтах. Потом прокачивать, когда уже будет уровень такой, что энергия прям совсем-совсем быстро ее не успеваешь, сливать, прокачиваем лимит энергии, прокачиваем вагонетки, а потом уже переходим, друзья, на увеличение добычи ресурсов. По крайней мере, я себе так это вижу. Но пока баланса я, опять же, я не чувствую. 135 место у меня. Возможно, стоит купить 500 этих... 500 итемок и 50 тысяч для магазина. Не знаю, друзья, еще подумаю. 1400 следующий уровень. У меня 400. Возможно, и стоит, друзья, купить, чтобы скорость энергии увеличить. Ну, а пока... Пока просто... Опять у нас получился какой-то дисбаланс. Друзья, шахты... Половина шахт пустая. С утра, когда заходишь, видно большая... Ну, много времени проходит. Игроки уже видно по... С третьих шахт время добычи закончилось. Третьи шахты уровни можно пустые найти. Ну, вот, пожалуйста, друзья. Вам на видео. Жила святости третьего уровня пустая. В принципе, логично. Потому что, ну, донаты, если они быстро прокачаются, они могут в спрятанных... идти в шахтах спокойно себе за полтора часа набивать. Набивать ресурсы и набивать очки. Ну, друзья, как-то так. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Делитесь своими впечатлениями. Возможно, у вас какие-то есть дополнения, которые будут полезны другим игрокам фри-то-плей. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал. Это самая лучшая поддержка для меня. Надеюсь, она вам понравилась. Всем хорошего настроения. Мирного неба на голову, друзья. До новых встреч.